Попытка с усилием свести крылья, опустить крылья, должна привести к разрушению грудной клетки. Усилие, которое забьет эти мышцы, просто разрушит грудную клетку, раздавит легкие сердца и кожа. И вот мы с вами посмотрели, что у птиц развиваются подпухки от плечевого устава груди. Напоминаю, называются они каракоиды. Есть и русское название, ведь кости иногда называют воронки. Ну и плюс к этому, еще и ключицы не дорастают на груди. Ключицы от почвоза с тобой отходя срастаются друг с другом, образуя пружину, которая называется дужка. Это еще как минимум две вещи. Дело в том, что у всех льдунов буквально национально коронавирус становится идея облегчения тела. Ясно, что чтобы хорошо летать, выгодно иметь как можно меньший вес. Поэтому птицы экономят вес на всем, на всем, чем можно и даже на том, на чем нельзя. Но вот есть одна система органов, экономить на которой запрещено всем живым существам. Потому что это приведет просто к вымиранию данных органов. На какой системе органов экономить нельзя? Ключево или нет. Почему не вымирают, почему не кончается жизнь на планете? Ну и умирают же живые существа. Почему не кончается жизнь на планете? Потому что есть размножение. На какой системе органов экономить нельзя? Ни в коем случае, да? На половой системе. Значит, эта экономия себе во бред пойдет. Потому что, если меньше родиться в следующем поколении, и так каждый раз, то за какое-нибудь пустяшное время, а понятно, что для эволюции десяток поколений пустяк. Так? Значит, человеческое поколение в мегаполисе сейчас имеет оборот порядка 33 лет, 10 поколений – 330 лет. О-о-о-о! Ну что, о-о-о-о, да пустяк. С биологической точки зрения это меньше, чем ничего. Вот мы привыкли всегда к своим делах исходить из привычных человеческих оценок времени, оценок важности, оценок последствий, не задумываясь, а почему вы вообще живы? Вот почему вы имеете возможность перейти в этот класс? А потому что выжили и размножились ваши родители. А почему они выжили и размножились? Потому что их родители выжили и размножились. И так с поколения в поколение. Вот давайте с вами прикинем такую историю. Для себя сначала ответить на вопрос, нормально в современном мире, какое количество детей в семье? Поднимайте руки теперь. Да, прошу. 1,3. Ага, а теперь давайте смотрим. Значит, есть папа и мама. Сколько семена? 2. 2 организма. В этом поколении 2 организма. В следующем поколении на смену им сколько организмов приходит? 1. Что с числом особей данного представительства культуры за одно поколение произошло? Ныне что, 2 организма. Во сколько? 2 организма. Ребят, больше, чем 2 организма. Дело в том, что никто не отменил бесплодие. И все барышни в принципе могут рожать. Если те, кто могут рожать, рожают одного, то это соотношение оказывается меньше, чем один друг. Первое поколение прошло вдвое меньше людей. Второе поколение прошло во сколько раз? Думать. Четверо. Третье поколение? 8. 8. Четвертое поколение? 16. Ну, до пятого поколения сыграем. Во сколько раз? В неделю. 32, 5 поколений, 150 лет. В 32 раза сократилась численность представителей культуры, которые считают нормальным иметь в семье одного ребенка. Так? Скажите, а во всех при культурах это считается нормальным? Нет. Не, только не во всех. Нет, так. Есть культуры, в которых по 5, 6, 7 детей в семье. Скажите, что с численностью представителей этих культур в каждой из культур возрастает? На протяжении вашей жизни, когда вам будет столько, сколько мне, прикиньте, как будет выглядеть Европа? Азии. Французов в Афранции не будет. Ну, немцы в Германии останутся в некотором количестве. А что произойдет? Что, война какая-нибудь, захват какой-нибудь? Нет. Никакой войны, никакого захвата. Просто вариант культуры, который Европа выбрала для себя, мегаполисная культура, приводит к выклиниванию. Так, вполне естественным образом, число представителей данной культуры, каждое поколение падает. А число представителей культур, которые приехали в это же место, имеет много детей, ровно так же будет возрастать. Система и с вопросами размножения жутки плохая. Это только кажется, что это все касается только самого человека. На самом деле, последствия здесь идут до очень прибыли. Так вот, птицы умудряются экономить даже на половой системе. Которые возникают женские половые клетки, называются яичники. У птиц яичники не просто большие, а огромные. Ну, дело в том, что размер яйцеклетки у птиц. Скажите, пожалуйста, а вообще нормальные клетки без микроскопа глазами можно надеть? Нет. Нельзя, нужен микроскоп. А какие самые большие клетки вы в своей жизни видите, да? Каждый из вас видел. Только только не все яйцо. Желток пуриного яйца. Вот желток пуриного яйца – это одна единственная клетка. Это и есть яйцеклетка. Я кладу пуриного яйца у страуса, какого размера яйцеклетка, понимаете? В мой кулак. Это одна клетка. В результате, какая будет масса яичников, которых созревают такого размера яйцеклетки? Ну, очень большая. Так вот, у птиц происходит редукция одного яичника. Остается только правый. Левый не развивается. Это позволяет экономить на массе тела. Сразу возникает проблема. Убрали один яичник, что с количеством потолков? Во сколько раз умеетесь? Во сколько раз умеетесь? Во сколько раз умеетесь? Можно допустить? Нет. А мы, когда-то подумаем. Хорошо. Для того, чтобы летать, надо быть легким. Для того, чтобы быть легким, надо экономить вес. И для этого приходится даже экономить на плавой системе. Как можно скомпенсировать? Все-таки не вымереть. Стали рожать вдвое меньше. Надо рожать вдвое больше меньше. Как? Ну, быстрее. Быстрее? Чаще. Ребят, даже если чаще. Скажи, пожалуйста, можно ли такого размера лициклества сформировать за 10 часов? Ведь туда же не всякое барахло напискивает. Туда складывают самые ценные вещества, которые только есть в организме. Ведь из этого запаса целый новый организм надо построить. Так? Значит, быстрее чаще просто не получится. Надо сделать так, чтобы они и в одном яичнике было больше лет. Это не даст экономии веса в полете. Не, ребят, ну попробуйте. Внимание, давайте подумаем. А, вы же еще не учитываете одну простую речь. Скажите, пожалуйста, значит, если посчитать в процентах для животных детская смертность, какая считается нормальной. Сколько процентов детенышей должно умереть, не доживая до взрослого состояния? 80. Ну, вы считаете, вероятно, что детской смертности вообще не должно быть. Да? С человеческой точки зрения это, в общем, вполне оправданно и понятно. Но это сразу приводит к совершенно фантастическим, чисто биологическим проблемам. Ребят, ни один естественный биологический вид детскую смертность ниже 90% не имеет. Обычно от 95 до 99 с копейкой. А все остальное – 9. Вот давайте подумаем, сколько щенков в среднем, в помете какой-нибудь там, я не знаю, ну, лайки, там, очарки, кого угодно. Да, ну, мы будем считать в среднем. Сколько раз в течение жизни, если хозяин не запрещает, псимка будет размножаться? Один, два. Пять. Каждый год, естественно, с какого возраста? С двух лет. С двух лет до? Ну, почти до упора. Лет до десяти – это уж точно. А это значит, уж 5-7 пометок каждая самка на свою жизнь принесет. Каждый раз по пять щенков. Так, в результате, что имеем? 35, 30-35 щенков. Смотрим. А до этого, за этим поколением, у нас сколько было? Папа и мама. Двое. Вопрос, чтобы количество собак на белом свете не изменилось, сколько щенков имеет право дожить до взрослого состояния? Двое. Из 35 рожденных? Двое. Двое? Только двое. Теперь, вы предложили детскую смерть на 60%. Берем 60%. Ну, грубо говоря, будем считать, что это... Что-нибудь у нас 18. Двое. Хорошо. Итак, детская смерть на 60%. 18 выжила. Классно. Что с числом в следующем поколении? Увеличилось 9 раз. 9 раз увеличилось. Скажите, пожалуйста, если это произошло, не с собаками, на которые хозяева заботятся, а с диким зверьем. За одно поколение в 9 раз возросла численность. К чему это приведет? К тому, что в течение первого же года умрут все. Просто все без исключения. По какой причине? Убалки мамы. Это просто еды. Вы понимаете, что в 9 раз возросли запросы по количеству, а пищи что, с неба упадет или ее в универсанты везут? Нет, конечно. Поэтому естественные уровни смертности, конечно же, исключительно высокие с нашей человеческой точки зрения. Хотя, биологически грамотнее, как было бы сказать, значит, это у нас с вами фантастический, безумный, низкий процент детской смерти. что связано с очень большим количеством проблем, о которых вы, конечно, не задумаетесь, но это дело уже профессионально. Думать дальше. Итак, мы с вами немножко поиграли вокруг половой системы, на которой птицы экономят, и почему же все-таки не вымирают? Думайте. Почему люди не вымирают? Вот, посмотрите, у нас с вами никаких не 35 детей за жизнь, а всего 1-2, и тем не менее не вымирают, да? Разумеет забота о потомстве. Это вы считаете, что забота о потомстве это нормальная, то, что должно быть. Это далеко не нормально. Это далеко не нормально, бывает далеко не у всех. Скажите, пожалуйста, сколько икринок за один день откладывает селёдка или треска? Селёдка полмиллиона, треска два миллиона икринок. Так, значит, при этом, ну, селёдка, ладно, мелкая рыба, треска крупная рыба, и поэтому раз в 5-7 в течение жизни уж наверняка отмельстится, получая 10 миллионов потомка от одной пары. То есть в этом поколении у нас было двое родителей, а в третьем поколении 10 миллионов потомок. Ребят, если о детях заботятся, они ведь гады выживать начнут. И что произойдёт в мире? Что в океане произойдёт? Переполнился. Ясно. Возвращаемся к вопросу. Сколько из этих мальков умеет право дожить до взрослого состояния, что два, только два? Два меняют на два. Так начнется. Вот такой вариант, очень часто, кстати, галогий вариант, будет называться R-стратегия, исключающая смертность. У него есть свои особенности, очень своеобразно идёт, естественно, в этом случае. R-стратегия – это существа, которых палкой не уйдёшь. То есть самые разные изменения в окружающей среде, катастрофы там и так далее. Через второе поколение вы на р-стратегиях даже не заметите, что были какие-то неприятности. Наш с вами вариант, когда рожаем очень мало, называется K-стратегия. Вот K-стратегия страшного и злина. Не дай Бог что-то изменится в окружающем мире. Так? Восстанавливая численность после разрушительного воздействия, K-стратегия крайне сложно, исключительно сложно. Но ещё раз говорю, мы с вами это редкий случай, редкое исключение. Хорошо, ну, возвращаемся к птицам. Почему же птица не умирает, несмотря на то, что вещник остался только один? Получается, птица заботится о всех. Забота о потомстве. Именно так. Птица происходит от рептилии, у большинства рептилий выраженной заботы о потомстве нет, исключения есть, конечно. Но у птиц у всех без исключения обязательно забота о потомстве, которая позволяет резко сократить детскую смертность, из-за этого даже производят меньше гейциклетов, можно доводить до взрослого состояния больше птицов. И никто умирать не собирается. Так что, как видите, самые разные вещи пиологии оказываются взаимосвязаны. Продолжение следует...